МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Доме культуры Южный разместился один из избирательных участков 7 округа по выборам депутата Чебоксарского городского собрания. Концерты здесь проходят регулярно, так что день голосования – хороший повод еще раз сделать приятное зрителям и объясниться в любви к родному городу. В самом помещении для голосования немноголюдно, но и не пусто. Избиратели в округе активные выборы стараются не пропускать. Голосование проходит изживленно. Уже прошло, как говорится, выездное у нас первое. Люди голосуют, я бы сказала, знаете, обдуманно. Просто так галочки не ставят. Как правило, именно на этот участок приходит больше всего слабовидящих избирателей. Для этого тоже учитывается. Да, единственная категория – это избиратели, которые в кабину уже заходят с сопровождающим. Или бывает так, что приходят одни, но все-таки в кабину у нас есть помощник из числа избирателей же. Дополнительные выборы в Государственный совет Чуваши проходили в Центральном округе Чебоксар. На освободившийся мандат Владимира Викторова претендовали пять человек. Некоторых мы встретили на избирательном участке 19-44 в Сельскохозяйственной академии. По словам председателя участковой комиссии, дополнительные выборы ровным счетом ничем не отличаются от основных. Не изменились и ожидания избирателей. Что у нас жизнь будет еще лучше, город наш будет краше, республика будет еще краше. Хочется этого, правда. Некоторые изменения в сценарии постарались внести на избирательном участке 1953. Нет, конечно, саму процедуру голосования никто не корректировал. Члены избирательной комиссии просто решили подарить людям ощущение праздника. Мы решили отличиться белый верх, темный низ, чтобы было празднично, торжественно для всех людей. Обращают внимание, очень похвалили даже кандидаты, которые пришли на наш участок посмотреть. Ну, вообще, как идет голосование и сказали, надо же, как вы одинаково одеты. Все восторжественно, красиво, чисто, светло. Елена Гальперина, АРН Аговелян, Республика. Помимо дополнительных выборов в госсовет, в Чувашии прошли выборы в органы местного самоуправления в 18 районах и трех городах Чебоксары, Канаш, Новочебоксарск. Самыми активными оказались избиратели шести районов республики. Батревского, Урмарского, Козловского, Красноармейского, Янтиковского и Алатарского. Там проголосовали более 90% жителей. В других муниципалитетах и в столице Чувашии в том числе избиратели были менее активны. В Чебоксарах по предварительным итогам наибольшее количество голосов получили единороссы Алексей Мурыгин на дополнительных выборах госсовет и Владислав Григорьев в Чебоксарское собрание депутатов. Вообще на довыборах в Чувашии кандидаты боролись за 71 депутатский мандат всех уровней. 69 из них в итоге достались партии «Единая Россия». Общее мнение такое, что выборы легитимны, они состоялись, что выборы проходили на большой конкурентной основе, что было большое количество тех людей, которые принимали участие в выборах и победили на этих выборах те кандидаты, которые набрали большое количество голосов. Те, которые из них были активно, активно работали с избирателями, они в конечном итоге победили. В целом люди шли с настроением. Понятно, это до выбора, конечно, там активность меньше, но то, что на альтернативной основе, то, что воля издавления населения однозначно никто не ущемлял. Выборы прошли относительно спокойно, открыто. Наблюдателей было много. У нас на 110 избирательных участков было почти 500 наблюдателей. Избирательная кампания, на мой взгляд, прошла объективно. Жалоб больших не было. В ЦИК Чувашия за вчерашний день ни одной жалобы до последнего момента не поступило. Потом глубоко за полночь с Новочебоксарска привезли некоторое количество жалоб. Но я считаю, что эти жалобы не окажут какого-то решающего воздействия на результаты выборов. По городу Чебоксары жалоб нет вообще. То есть это говорит о том, что выборы прошли организованно, спокойно, без нарушений. Избирательные комиссии отработали неплохо. Республики вновь выделили средства из резервного фонда президента России. Более 26 миллионов рублей направят на капитальный ремонт поликлиники детской клинической больницы. Эту новость глава республики озвучил на еженедельном совещании с членами правительства. Михаил Игнатьев отметил, что распоряжение о выделении средств президент страны подписал 3 сентября. На проведение ремонтных работ здания детской клинической больницы должен быть объявлен аукцион. Это была наша просьба, поддержанная была полномочным представителем президента Российской Федерации Привовском федеральном округе Михаилом Викторовичем Бабичем, федеральным министерством здравоохранения. Деньги выделены в этом году, в бюджете тоже пойдет в этом году. Поэтому, Владимир Николаевич, задачу вы знаете, мы встречались с Светлана Александровна, Иван Борисовичем, надо провести все работы надлежащим образом. И ежегодно мы практически, я хочу это подчеркнуть, за счет резервного фонда президента Российской Федерации получаем для капитального ремонта или учреждения образования, или учреждения здравоохранения, или учреждения социальной сферы. В Доме правительства обсудили вопросы повышения безопасности на дорогах. Причиной ДТП нередко становится человеческий фактор, но многое зависит и от состояния трасс. Их, отмечают в региональном управлении ГИБДД, необходимо довести до нормативного состояния. Подробности в следующем материале. Количество ДТП, в том числе и со смертельным исходом в республике сокращается. Это показали итоги восьми месяцев. С начала года в регионе произошло более 800 аварий. Причем нередко их виновниками становятся водители под шофеем. Число ДТП с такими лицами достаточно велико. Составляет 91 единицу ДТП. Основными видами ДТП остаются столкновения 41%, наезд на пешеходов 32%, опрокидывание 8% и наезд на препятствия почти 5%. Дорожная сеть республики с каждым годом становится все более безопасной. Там, где ДТП происходят чаще всего, устанавливают металлические барьеры, сигнальные столбы, светофоры и комплексы фото-видео фиксаций. В 2017 году до 1 октября запланирован ввод еще восьми комплексов автоматического фото-видео фиксации. На следующий год планируется в рамках пилотных проектов также установить 27 комплексов фото-видео фиксации. Но очагов аварийности в муниципалитетах еще достаточно. В ГИБДД региона отмечают, что наезды на пешеходов и ДТП происходят в местах со слабым освещением и отсутствием разметки. Помимо этого, наиболее часто встречается отсутствие неправильного установки дорожных знаков, 75 доронных транспроисшествий, отсутствие неисправности и искусственного освещения. В 20 случаях и отсутствие ограждения необходимы местах в 24 случаях. Эффекты дорожного покрытия 49 и неизборительное состояние обочины 16 ДТП. За 8 месяцев зарегистрировано 227 наездных пешеходов на переходах, что значит на 6 фактов больше. Ликвидировать места концентрации ДТП поможет программа «Безопасные и качественные дороги». Если в столице республики федеральный проект завершен более чем на 90%, то в Чебоксарском и Маргаушском районах работы буксуют. Основная задача по безопасным и качественным дорогам это, как мы и планировали в сентябре, полностью завершить весь объем работ, чтобы мы, как произошло в прошлом году, не отстали по ряду направлений, где нам приходилось возвращать средства и были проблемы по реализации в полном объеме. На первый план выходят вопросы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Среднее время доезда бригады А-03 составляет 9,47 минут, средняя доставка пострадавших до медицинской организации 46,2. Экипажи ГИБДД, как правило, на место аварии приезжают первыми. Сотрудники полиции будут проходить курсы по оказанию экстренной помощи. Это поможет сохранить немало человеческих жизней. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Отменить нельзя оставить, где поставить. В этом предложении запятую столичные чиновники решают до сих пор. Когда транспортной реформе дадут зеленый свет и как изменится сеть общественного транспорта. Чебоксар далее. Об оптимизации городского транспорта не слышал разве что ленивый. Этот вопрос не раз обсуждался и в столичной мэрии, и на тематических форумах. Обозначены сроки начала реформы июль следующего года. Предусмотрена отмена 21 муниципального маршрута, регулярных перевозок изменений схем движения по 15 муниципальным маршрутам. Но вернемся к настоящему. Сейчас идут многочисленные суды с перевозчиками, чьи маршруты планируются закрыть. В производстве находятся 30 дел, по двум из них вынесли вердикт. По маршрутам 60 и 60К требования предпринимателя удовлетворены. Администрации города Чебоксара подана апелляционная жалоба и решение по иску предпринимателя Захарова к администрации города Чебоксара о признании незаконного расторжения договора по маршруту номер 49. Удовлетворение требований предпринимателя отказано. Основанием для отмены или изменения маршрута служит документ планирования. Он уже прошел публичное обсуждение с участием депутатов и республиканского Минтранспорта. По результатам внесли коррективы. Проект документа планирования получил согласование прокуратуры Чувашской республики и Чувашского УФАС. Все необходимые формальные процедуры документ планирования прошел и готов к принятию. Один из пунктов документа – перераспределение подвижного состава. Предпочтение автобусам средней и большой вместимости, а также троллейбуса. Другой – отмена дублирующих маршрутов. В ходе реформы мы обязаны решить несколько задач. Повысить безопасность перевозки граждан, увеличить пропускную способность дорог, вывести троллейбусное управление на безубыточный уровень. В оптимизации общественного транспорта Чебоксары не первопроходцы. Такой опыт есть уже у ряда крупных городов – Москвы, Нижнего Новгорода, Казани. И положительный эффект очевиден. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика. Без денег и без квартиры. В такой ситуации сейчас находятся долевики, которые вложили средства в строительство позиции номер 6 по улице Гражданская в Чебоксарах. До эфира мы встретились с ними в недостроенном доме. Повесить красивые шторы, выбрать обои, поставить мебель и справить новоселье планировали участники долевого строительства осенью 2016 года. Так наступила осень 2017 года, а дом остался вот в таком состоянии. Речь про позицию номер 6 по улице Гражданская. Экскурсию нам проводит участник долевого строительства и по совместительству проектировщик данного дома Дмитрий. Говорит, больше нет сил смотреть на то, что происходит с его проектом и надеждой въехать сюда с семьей. Первая остановка – крыша. Грубо говоря, не хватает несколько слоев. Из-за этого во время дождя в квартирах на верхних этажах образуются лужи. Сырость, которая держится в плитах перекрытия, по зиме, она свое дело сделает. Я боюсь, что это приведет к тому, что надо будет демонтировать перекрытие на последних этажах. Здесь видны следы протечек, вот они, мокрые углы. Я так понимаю, здесь даже чуть-чуть подсохло, но вот этот кальций, который вымывается из раствора, он вот виден в виде таких капелек, которые здесь висит. Это постоянно все плачет. Плакать готовы и сами участники долевого строительства. Их больше 70. Стал переживать уже осенью прошлого года, так как сдать должны были летом, не сдали, все кормили обещаниями завтра-завтра, потом вообще все стало и до сих пор ничего не ясно. Мне приходится в съемной квартире жить. Я снимаю, я сейчас плачу ипотеку, вот получается так. Не закончено благоустройство, в принципе, вы видите, то есть не сделаны входа, не сделаны подъезды к дому, пожарные проезды не сделаны, парковки не выполнены, детская площадка не выполнена. Внутри не до конца штукатурные работы, не до конца электричество сделано на верхних этажах. И самая головная боль – это газ. Пригласить на объект директора компании-застройщика не получилось даже у представителей Минстроя Республики. В любом случае, если объект не будет завершаться, мы в любом случае будем в этот процесс смешиваться, то есть будем работать уже непосредственно плотно с самим застройщиком. Есть различные, много способов, вариантов по достройке объекта, достаточно, конечно, тяжелые, но в любом случае мы этот процесс будем контролировать совместно с администрацией города. Очередное совещание с долевиками и, надеемся, застройщикам назначено на конец недели. Ну а этот работающий миксер для раствора – своего рода свет в конце тоннеля. Впервые за последние недели на стройке началась хоть какая-то активность, отмечают собравшиеся. Легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чуваша», посвященная памяти космонавта Андрея Николаева, вновь собрала огромное количество любителей спорта. В традиционном осеннем забеге участвовали команды учебных заведений, органов власти, организации и средств массовой информации. Национальная телерадиокомпания улучшила свои результаты по сравнению с прошлым годом и даже получила специальный приз от организаторов. Подробности в сюжете. Эстафеты газеты «Советская Чуваша» – пожалуй, самое старое состязание в республике. Впервые забег состоялся в 1932 году на Красной площади Чебоксар. В нем участвовали 30 мужчин и 7 женщин. Военные годы соревнований не проводились. А в июне 1945-го забег был посвящен 25-летию Чувашской СССР. С тех пор эстафета прочно заняла свое место в спортивном календаре. Для сведения могу сказать, у нас 174 спортсмена сегодня участвуют по разным видам спорта в сборной команде Российской Федерации. В течение года мы проводим в этом году только 59 соревнований федерального российского масштаба. Один вид спорта, который будет проходить в конце ноября, начале декабря – это мировой уровень. Это чемпионат мира в половине победы среди женщин. И кроме этого, 12 таких хороших соревнований проводили окружных. Первыми на дистанцию вышли представители органов власти – депутаты, спортсмены и почетные гости. Легко преодолев дистанцию 400 метров, они уступили дорожку журналистам. Всего в забеге участвовали 8 команд средств массовой информации. Две из них выставила национальная телерадиокомпания «Чувашия». В результате высшая ступень пьедестала почета досталась бегунам с национального радио. Телевизионщики стали вторыми. Мы в этом году результат улучшили. В прошлом году третье место было. В этом году второе. Старались. В следующем году. Войте с нами. Мы с каждым годом все лучше и лучше. В следующем году вас займем обязательно первое место. Всего же в эстафете участвовали более 150 команд. Сильнейших выбирали в 13 группах. Кроме того, в этом году организаторы учредили специальный приз в память о журналисте Александре Егорове. Он с большим удовольствием писал на спортивные темы, посещал различные соревнования и всегда знал, как поддержать спортсменов. Этот специальный приз достался журналистке национального телевидения «Чувашии» Мальвине Петровой. Наша коллега бежала дважды. За команду НТРК и за свою семейную команду. И была очень тронута, когда ей вручили кубок памяти Александра Егорова. Конечно, Александр Егоров – это спортивный журналист. Но для меня он больше всего друг. Потому что, когда я соревновалась, я ходила 20-ку, по спортивной ходьбе я занималась, и он за меня болел. Я помню, как он кричал, он не стеснялся, он человек без комплексов, открытый, доступный и с очень большим кругозором. Он очень много знал, очень многих спортсменов знал и умел задавать очень интересные вопросы. Необычные, неординарные, не такие, как все другие журналисты. Этим он был для меня интересом и примером. Анастасия Алангина, Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика. Это вся информация на сегодня. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова